В кармане такой ценник, особенно если большая семья. Поэтому я хочу сегодня предлагать рецепт, который я сам использую. Рецепт завернений, который не синего, пятиблого йода в домашних условиях. Почему, собственно, йод синий? Обычный аптечный йод. Почему йод синий? Как только он вступает в 20% с высокополимерами, в данном случае я имею на брахмал. Его цвет приобретает ярко-синий оттенок. И именно при этой реакции я рассыщаюсь всем известным аптечным йодом ликвидируется. И мы получаем чистый продукт. Технологией без огня зажжется магия. Это есть. Теперь здесь. Один стакан воды. Теплый. С 200, что ли, 50 грамм. Парк, 20 грамм. И вспышечки. Трахмал. Ложка трахмала в стакан. Все готовились. Субстанцию. В общем, делаем синюю, кстати, кстати, да, Тайлер Дордону там на фоне подсказывает, что надо делать, да, благодарим Братилова. В общем, чтобы не было поноса, надо его еще кушать синюю, шутка. Синий йод снижает уровень холестерина в крови, очищает сосуды, повышает активность литроцитов и снижение литроцитов в крови. С помощью синего йода получается эластичность крахмала. Хотя сам крахмал, конечно, прям не супер классная штука, но хотя бы природная. Я пытался вот рецепт вот этого, состав вот этого крахмала, из чего он сделал, надеюсь, из картошки, надеюсь, но здесь не написано. Так, здесь просто написано картос ульны, русское качество, отмена, аппетит. А вот из чего этот картофан сделан, не понятно, из белорусского, там, или какого-нибудь, удмурцкого. Так, есть, это растворяем. Сюда для вкуса лимонной числоты чуть-чуть и сахара. Сахар я тоже не особо любитель. Ну, а, тихо. Ого, есть. Жаль, ни АВС-продукт не нашел. Сергей Викторович, нету лимонной кислоты у АВС-продукта. О, рецепт присаживай, сейчас он этот рецепт нам читает, да. В 200-граммовом стаканчике с питьевой прохладной водой, пока в кастрюльке закипает вода, мы размешиваем столовую ложку картофельного крахмала до полного растворения. Угадал. Добавляем столовую ложку сахара и 1 треть чайной ложки лимонной кислоты. Это для вкуса. Третье. Как только закипела вода в кастрюльке, добавляем в нее смеси стакан и размешиваем. И ждем, пока снова не закипит. Четвертое. Довели до кипения. Выключили. Должна получиться легкая, мутная киселеобразная водичка. Но чем больше крахмала, тем больше это будет на выходе напоминать кисель. Пятое. Наша заготовка остывает. И когда температура будет в районе 36-40 градусов, ну, можно так и потеплее, главное, чтобы на кипяток, мы добавляем столовую ложку аптечного диода. Наш кисель сразу посетит. Все. Целебное снадобие готово. В холодильнике этот эликсир может стоять трое суток. Кто-то говорит, что не больше. Но для большей пользы советую делать кисельные заготовки и добавлять йод непосредственно перед употреблением. Так сказать, свежеприготовленный. Дети у меня дают по 100-150 грамм в сутки. Взрослым можно 200-250. Лучше, не больше. Я как-то не рискала. У человека, начавшего насыщать свой организм йодом, словно появляется второе дыхание, у него снижается раздражение, повышается работоспособность, он становится бодрее, и как будто сбрасывает себя овощи, сдерживающие его прежде. К нему возвращаются мыслительные процессы, и вообще мозг, словно, получает новый толчок. Ну, а у меня на этом все, дорогие. Пробуйте, делитесь впечатлениями в комментариях. Будьте здоровы. С вами был Дайвер. Благодарим, братела, красавчик, подсказал мне всем. Сейчас там будет женщина рассказывать одну историю про... Как у нее у ребенка там этот... Я забыл, как болячка называется, понос жесткий. Ну, ничего есть не может, дизель, дизель серьезный. И как этот мальчик умирал у нее на руках ее сына. Уже все, врачи отказались, все отказались. Он маленький, ему сколько-то лет антибиотики, его просто тупо убили. Ее подруга позвонила в какой-то момент. Эта женщина разрыдалась, девушка. Она говорит, погоди, записывай рецепт. И рассказала мне, что надо сделать. Чтобы он не выблевывал, не выкакивал это все. Она ему давала там с маленькими дозами какого-то антиселуна. Ну, что-то такое, я не знаю, как это называется. Скрепляющие. И потихоньку, за два дня на ноги его поставила. За 24 дня полностью выздоровела. Представляешь, ну это как бы хроническое у них какое-то было, что-то заболевание где-то подхватило. Потом через несколько лет еще раз они это сделали. Но она не вовремя не вычислила. То есть в первый день они, видать, крови там перестали. Потом опять попила, за 24 дня все вылечилось. Так что это? А у меня как-то было на Кавказе. В путешествиях я рассказывал тебе. Ну, из-за того, что три дня в натуре кровью, блядь, себя вот в слюну проглотишь. Прям бах, выну. Я думал, я сдохну. И только активированный уголь ел. Ну и, наверное, синий йод. Или синий йод помог. Нифига. Представляешь, там везде галим песок. Горы и песок. И вот как я так вот сцрал, пизда, я плакал. Я думал, я умру. Слюну проглатываешь, блядь, мяу, ухуяриваешь. Жопа болела, блядь. Все. Вот так бывает. Так, ждем, когда закипит. Вода, пузырьки, крахмал. Все готово. Выключил? Да. На кнопочку.